На линии ожидайте. Алло. Добрый день, вы позвонили в финансовое агентство по сбору платежей. Зовут меня Тузов Антон Владимирович. Наши разговоры записываются, я слушаю ваш вопрос. У меня нет вопросов, Антон. Это вы мне позвонили, что у вас там, это самое. Представьтесь, пожалуйста, как я могу к вам обращаться. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич, а фамилия ваша? Слушай, вы мне звоните, что вы мне звоните? Скажи, пожалуйста. Звонок вам поступил по поручению. Да я это слышал уже. Что звоните, мне потом спрашиваете, я вас звонил, фамилию. Вы еще не знаете, кому звоните или что? Это аппаратура, вы там как в галчонке сидите, что ли? Не знаете, что происходит? По вопросу Кузнецова Дмитрия Евгеньевича, это вы? Допустим. Тогда или нет, вы внятно можете говорить, как у вас в паспорте написано? Слышишь ты мне, чувачок, ты мне что тут позвонил, пытаешься мне тут что-то рассказывать, вникать мне в твои там эти самые, что ли, амбиции, тупорылые. Да, это я. Это вы, замечательно. Звонок он поступил по вопросу. Слушай, а мне вот интересно, тебя сейчас чуть ли не нахуй послали, а ты продолжаешь базарить, а вот мне интересно. Ты вот на этой работе работаешь, тебе что, кайфово от этого? Слышишь, я же сейчас практически тебе, блин, наклык дал. А ты вот продолжаешь меня на вы называть, не можешь по-мужски ответить. Это что вообще такое? Ты там сам себя оцениваешь, а ты мне скажи. Звонил-ка этот, по телефону попрошай-ка и ушел работать. Тебе же наверняка там тысяч 30 платят, и ты сидишь, блядь, это самое очко дрочат тебе, блядь. Тебе не стрёмно самому, а? Итак, Дмитрий Евгеньевич. Да, в натуре, конченый, давай-давай, а ну-ка расскажи, что ты там. На вы не забыть меня называть, а я тебя буду тыкать и хамить. Слушай, да вот такие... Ваши задумки на 25-е ютубы. Ну ты пацан, блядь. Просто пацан. 121 на 1000, за 150 рублей. Чёрт ты, чмлёншный, блядь. 91, одна копейка. Угараю, блядь. Слышишь, вот, блядь, ну стрёмно же должно быть, а тебе. Вот я тебе как мужик, говорю, 44 года прожил на белом свете и таких всю дорогу, блядь, окунали в очко, блядь. И тебя, наверное, всю жизнь окунали, а? Ты где работаешь? Скажи мне просто, скажи по-человечески. Тебе что, блядь, работы нет больше нигде? Или ты такой бездарный, чмошный, а? Что людей пошёл опускать, глумить, потому что тебя тюкали, а? Слышишь? Итак, на данный момент в банке про... Надо договорить, а иначе бабок не дадут. Да, ну давай, я помогу тебе заработать. Сколько там тебе, рублей 300 свалится? Дорого ты стоишь. Давай. Отмена неустойки. Ну, да, конечно, отменим неустойку. Нахуй она мне нужна? Я, блядь, в суде по 333 возьму её, отменю, блядь, всю полностью. И буду через судебного пристава по 500 рублей в месяц платить. То есть вы настаиваете на оплате данного долга в судебном порядке, правильно? Чё б я настаивал? Я ещё с вами согласовывать это буду, что ли? Я вообще с тобой тут разговариваю в надежде на то, что ты задумаешься после этого разговора. Тебе говорю по-человечески. Бросай эту работу, иди дворником работай, блядь. Это будет достойнее. Люди уважать тебя будут. Благодарить и здороваться с тобой. Ты своим друзьям что ты говоришь, что ты коллектором работаешь? Вот тебя спрашивают, кем ты работаешь? Инспектором каким-нибудь по взысканию. Круто звучит. А ты говносос, коллектор. В ютюбе посмотришь, да? Берёшь канал Кузнецова Дмитрия, посмотришь, как о тебе будут отзываться. Может задумаешься. Я тебя сейчас, понимаешь, я тебя не оскорбляю, я полезное дело для тебя делаю. Может тебе там зашевелится что-то. Лучше, понимаешь, вообще с хлеба на квас перебиваться, чем вот на этой работе сидеть. Ты понимаешь, что ты чмошник по жизни. Где бы ты ни жил, в Украине, в России, где угодно. Нет работы, но только... Дмитрий Олегович, настраивайтесь на конструктивный диалог. Да, да, удачи тебе в этой жизни. Это будет снято, отвечать на все ваши благ. Да, конечно, кому. Спасибо, дорогой. Понимаешь, опердак нарвёт, хочется так мне сказать, да? А нельзя 300 рублей потеряешь или сколько ты там потеряешь, да? Нельзя, по закону нельзя. А мне всё можно. Спасибо, конечно. У меня всё хорошо. Олинь, ожидайте. Алло. Ожидайте, олинь. А кто это? Добрый день, Дмитрий Евгеньевич. А, привет. Звонок поступил из финансового агентства по сбору платежей, Залубь, Антузов, Антон. Я знаю. Мы знакомы с тобой, это че. Вы Кузнецов Дмитрий Евгеньевич? Да. Слушай, это ты Кременчук вообще. Слушай, я выложил на Ютьюбе 2000 просмотров за сутки. Тебя хвалят, говорят, Кремень, очмошник еще тот. Ну давай вторую серию устроим сейчас. Говори. Дмитрий Евгеньевич, звонок вам пострелил по поручению Банка Руки и Цзак. Думаю, ваше задуманство по продукту виза. Тебе перед сменой, наверное, укол делают какой-то тебе, да? Обезболивающий. Виза госзолота. Да-да-да-да, а то я забыл, конечно. Это 25 июня, 162 года, 621 на 1850 врубе, 92 на беде. Капец. Все делать-то теперь. Оплачивать? А если нечем? Занимайтесь поиском. Чем заниматься? Поиском? На работу можешь пойти? А вы ни разу не работали? Нет, я все время своим делом занял. А что ты думаешь, что счастье в жизни работать на дядю? Горбатиться? Ошибаешься. Есть другие, более достойные способы заработка. На что вы живете в таком случае? Я же тебе говорю, у меня свой бизнес. Так, и что, какой вы успешный? Очень успешный, хороший. Юридическая практика. Я помогаю людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. То есть, такой успешный, что вы даже не можете 621 тысячу. Ты мне объясни, зачем мне это делать? При том, при всем, что я брал 200 тысяч рублей. Дмитрий Евгеньевич, на данный момент, хорошо, на данный момент в банке проходят акции. Отмена неустойчива. Я же тебе вчера сказал. Я же вчера тебе сказал. Если банк захочет своих денег, он пойдет в суд. Если он не захочет, он в суд не пойдет. Он, скорее всего, в суд не пойдет. Зачем я буду хоть копейку платить? Ну, ты понимаешь, что тебе вот, знаешь, Ты думаешь, вот вас там учат, говорят вам, типа, не обращайте внимания на оскорбления, чтобы вам не говорили, абстрагируйтесь. Вас зомбируют, вас зомбируют. Мы просто на вас не реагируем, вот и все. Так нет, это тебя так научили. На самом деле, в итоге, ты остаешься посланным нахуй. Вот априори, понимаешь? И тебя там твои работодатели подлечили, сказали тебе, да не обращай внимания, это у них защитная реакция. Так же, да, говорят? На самом деле, как бы там ни было, защитная эта реакция у человека. Со злостью он тебе это сказал. Либо, ну, скажем так, в сердцах, либо, как я, с радостью в душе. Понимаешь, в результате ты и твои подобные коллеги остаются посланными нахуй. Вот по-мужски я тебе говорю в очередной раз. По-мужски. Что в тебе твои работодатели? Они заинтересованы, у них огромная текучка. Им надо, чтобы вот такие дебилы, как ты, сидели и долбили должников. А деньги основные зарабатывают они. Ну, ты же понимаешь, что с меня ты ничего не получишь. Ну, неужели это непонятно? Я юрист. В поколении уже не в первом. Я 14-й год занимаюсь юриспруденцией. Ну, ты пойми, что ты? Вот ты мне сейчас будешь говорить там суд. Да, я хочу в суд, но они не пойдут в суд. Антон, не пойдут они в суд. И вы там, вы уже пятое агентство, которое сползло. Вот в среднем полгода вы будете мозги ебать мне, и все. Вот тебе будут, а я тебе буду мозги ебать и тебе подобным. Смеяться над вами будут. Они в суд не пойдут. Русский стандарт не пойдет в суд. Они надеются на то, что ты выдолбишь у меня. Автомат вот этот тебя со мной сталкивает, и ты, бедняга, должен все терпеть. Вот сейчас ты там что-то шлепаешь, правильно? Пиши. Я хочу в суде все решать. То есть вы только в суде, да? Да ты что, не понимаешь? Ну, суда не будет. Антонушка, дружок, ты пойми, тебя обманывают. Тебе рассказали сказки. Да, конечно, есть результаты, когда ты попадаешь на бабушек, старушек, пенсионеров, инвалидов. Бабушек. Бабушек. Какая разница? И на них, и на тех, и на других ты попадаешь. Да, и там есть результаты. Ты глумишься над людьми, говоришь им какие-то вещи, которые ты считаешь, что это правильные. В итоге тебе какая-то зарплата падает. Ну, поверь, я не первый год с вами общаюсь. У меня клиентов сотни. Компания Алиам. Забей, загугли. Меня увидишь, собственно, персоной. Голос сравниваешь. Там видео на сайте презентации юрзащиты. Ну, что ты? На YouTube зайди. Элементарно. Дмитрий Кузнецов канал. Ты все можешь. Посмотри, как к вам люди относятся. За сутки две тысячи просмотров. Более 500 комментариев тебя обсирают. Тебя лично. Может, ты даже уже там был. Антон, скажи что-нибудь. Скажи только, а вот что-нибудь, что тебе сердце подсказывает, а не твои работодатели. Говори. Ну, можешь положить. Жене, Дмитрий. Дмитрий Георгиевич, я не могу вам сказать, что мне сердце подсказывает. Ага. Ну, понятно. Сочувствую тебе. Сочувствую тебе. Тяжело быть марионеткой. Тяжело. Гораздо комфортнее, скажу я тебе, быть в числе моих клиентов, либо в числе моих коллег. Вот если ты захочешь, я тебя бы взял к себе на работу. Потому что ты умеешь работать по телефону, у тебя голос грамотный. И ты можешь перестроиться. А мне нужны люди, которые умеют продавать договоры юридической защиты. Вот нужны. Да вы что. Да, пиши смс ко мне в свою электронку, я тебе условия скину. Мои работы. И ты будешь зарабатывать гораздо больше, чем ты сейчас зарабатываешь. Где бы ты ни находился. Так, Дмитрий Георгиевич, ну не так. С этим разговором идите работайте, правильно, зарабатывайте деньги. Да ты меня не учи. Это я, понимаешь, я решаю. Я решаю сам, как мне себя вести. Каждое утро встаю с улыбкой. А вот, Дмитрий Георгиевич, в ближайшее время понадобится. Да, конечно, понадобится. Я хочу машину новую купить. БМВ пятой серии хочу купить, она полтора миллиона стоит. Да, да и дом надо достраивать. Надо работать. Да, конечно. Поэтому надо работать. Да, ну вы говорите, мне-то надо работать. Мне нужно работать клиентам, спасать, помогать, отграждать от таких, как ты. А ты никогда себе не позволишь БМВ пятой серии. Никогда. Которая стоит полтора миллиона. У меня есть БМВ пятой серии. Что, правда? Ну, тогда тебя поздравляю. Но только будь честен. Я знаю, как устроены коллекторские службы и как вам платить. Если ты, конечно, руководитель этой конторы, тогда... Ну, вы можете успокоиться. Да я же спокойно, что ты слышишь по голосу. Конечно. А вот ты вот уже напрягаешься. Занимаетесь поиском денежных средств. А иначе? А иначе? Продолжай. Что будет дальше? Предупрежу, я хочу в суде... Будете плачивать. В суде хочу с банком пить. Будете плачивать в принудительном порядке. А как это, по-твоему, плачивать? А как это в принудительном порядке? Плеткой меня бить будут, на дыбу посадят. Что будет? Что такое принудительный порядок? Ты же вот говоришь, даже не знаешь, что говоришь. В надежде на то, что вот это слово принудительный, оно страшное. Для меня оно не страшное. Это блеф. Пустой блеф. Что такое принудительный? Скажи. Скажи, что такое принудительный порядок. Вы образованный человек относительно. Сами все прекрасно понимаете, поэтому... Да нет, я в твоих... Хочу в твоих устах услышать. Что такое, по-твоему? Ты ляпнул слово. Объясни, аргументируй. В чем в твоем плане принудительный порядок? Почему я должен напрячься от этого слова? Ну что, ну продолжим. Принудительный порядок не надо. Так я не... Нет, а что? Ну принудительный порядок. Понимаешь, в нашей стране вы считаете, что суд это принудительный порядок. На самом деле в законном формате это добровольный порядок. Все конфликты в нашем государстве, в гражданском производстве могут решаться только исключительно в добровольном порядке, а именно в суде. И судья должен смотреть в первую очередь не на сумму долга, а на возможности должника принимать физическое лицо как более слабую, менее защищенную сторону. И при правильном составленном встречном искровом заявлении, поверь, должник будет должен только столько, сколько он должен на самом деле. И никаких шестисотах, тысячах речи быть не может. Когда человек брал в банк 200, и еще и отдавал. Дмитрий Федорович, вы хотите мне показать ваш профессионализм? Да нет, я тебе рассказываю то, что я думаю. Понимаешь? Вот ты говоришь слова и не аргументируешь их. А я говорю слово, и за каждое слово даю тебе ответ. Вот в чем отличаются наши с тобой жизненные позиции. Потому что я все знаю, и за каждое свое слово готов ответить. А ты знаешь только то, что написано у тебя в методичке. И скажи мне, пожалуйста, BMW 5 серии, сколько у нее дверей? У тебя же есть BMW 5 серии. Ну скажи, ответь. Ответь за это хотя бы, за этот базар. Вот сколько дверей у BMW 5 серии? Это не является планетом нашего. Просто цифру скажи. Две или четыре? Просто. У тебя же есть BMW 5 серии. Понимаешь? Очередная вторая серия в Ютьюбе. Стремно, стремно, Антон, тебе живется. Я надеюсь, что ты сейчас просто исполняешь. На самом деле ты задумываешься. Вопрос очень простой. BMW 5 серии, четыре двери, как у всех машин. Посчитай на своей BMW. Если тебя к ней подпускают. Может ты думаешь, ходишь в салон. Ты правильно делаешь. Визуально. Мне нравится, Евгеньевич. Да, да, да. Мне нравится, Евгеньевич. Занимаетесь входит на денежные средства. Я буду там сократить разговор. Ну, конечно, о чем тебе разговаривать. А какой объем двигателя у BMW 5 серии? Вы не слышите, нет? Да, 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 слышу. Ты же меня не слышишь. Вы разговор ведете не о том. Да ну, я тебя спасать пытаюсь. Вот ты понимаешь, что ты людей в яму загоняешь в петлю, а я тебя спасать пытаюсь. Понимаешь, тебе везет очень. Скажи мне, какой объем у BMW 5 серии? И сколько вообще серий с 5 серии? Ой, чудо-дей. Ладно, давай, клади трубку. А это? Клади трубку. Ожидаем от вас оплаты. Удобро. Ожидайте, ожидайте, друзья. Ожидайте. Ты посмотри в YouTube. Ну, интересно, что тебе будет. Может, перевернется что-то в голове. Это? Это?